И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушать и безумно сложных и запутанных схем. У микрофона, как всегда, ваш покожий слуга Мамору, это великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио 2 и Спейс Эксплорейшн. Как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, за кадром произошли кое-какие мамальские в какой-то степени изменения. И эти изменения коснулись некоторых частей нашей базы. Во-первых, я здесь на море организовал нормальное производство теплиц. Теперь у меня они производятся без моего любого участия. Также я здесь организовал немножечко производство труб, которые понадобятся в этой части в огромных количествах. А также я вот здесь вот организовал еще дополнительное производство в плане электроэнергии. Удвоил итоговое количество паровых двигателей, которые вырабатывают эту самую электроэнергию. Теперь нам доступно в производство 36 мегаватт энергии в час. Так что я думаю, что с этим количеством мы будем как-то потихонечку работать. В этой же серии нам предстоит очень много чего сделать, так что не будем давайте затягивать и вперед к начинаниям. И возьмем для начала побольше сборочных автоматов. Первое основное, что я хотел бы здесь начинать делать, это электросхемы. Для их крафта у нас уже все готово, за исключением каменных плит. Вообще крафтить электросхемы мы можем двумя методами. Первый подразумевает под собой гигантское количество древесины. А древесина это теплица, а теплица это гигантское потребление электричества. На этом идти не готовы, камня у нас дофига, поэтому лучше всего использовать, по моему мнению, это каменные плиты. Поэтому сейчас я организовываю производство, основываясь на этом. И для моего масштаба, то есть для двух линий конвейера электросхем, потребуется всего лишь 8 сборочных автоматов, производящих каменные плиты. Единственное, я радуюсь, что для производства каменных плит потребуются всего лишь каменные блоки, получаемые в результате просто банальной переплавки. Схема готова. Я подключаю все это к электроэнергии, и каменные пластины вроде как пошли. Дальше, по-хорошему, мне нужно здесь организовывать гигантский по масштабу производство электросхем. Но единственное, что нас останавливает, это долбанные скалы, обходить которые пока что я не вижу никаких возможностей. Поэтому будем сейчас пытаться выходить из этой ситуации в малых масштабах, а потом уже достраивать. Я все же хочу заспидранить и попробовать в ускоренном масштабе выйти в производство вот таких вот синих взрывателей, которые помогли бы нам решить проблемы скал в легком масштабе. Ну а схема же с электросхемами тут практически такая же, как и ванили. И я бы хотел попробовать немножечко отказаться от банальной схемы, которую я использовал все предыдущее время. Пользуя вот такой вот небольшой схематики, которая здесь сейчас у нас будет размещена. Здесь у нас стоят три сборочные автоматы, которые производят кабеля. Здесь стоят сборочные автоматы на электросхемы. Они будут выгружать все на среднюю линию. А с другой стороны у нас по идее должна быть размещена точно такая же схема. И в итоге у нас пойдут те самые необходимые нам две линии конвейеров. И получается то, что в итоге мы сюда по сути должны будем вывести всего лишь раз и два линия с медными пластинами. И все у нас будет готово. Это производство здесь очень временное. Тем более, что для производства зеленых схем в нужных мне масштабах мы потребует всего лишь одна фабрика, производящая электросхемы. Вместе я подвожу. Эта схема должна сейчас работать. Она отсюда точно 100% переедет, даже не обсуждает этот момент. И будет это выглядеть немножко по-другому, нежели сейчас. Но сейчас мне нужно это хотя бы в таком вот масштабе запустить. А, ну да, я еще забыл, что нам нужно сюда погружать вот эти вот плиты. Ну и это я сейчас организовал. И микросхемы пошли успешно создаваться. По моим планам эти микросхемы должны выходить вот сюда, вот здесь создаваться. И как-то потом сортироваться на четыре линии. С одной стороны я понимаю, что это немножко неправильно. Но, возможно, потом в будущем мы это поменяем. Существенный минус, почему я не могу сейчас продолжить дальнейшее развитие, это долбанная вода, здесь которая встречается. А по-хорошему мне эту схему нужно начинать где-то вот здесь вот делать. Сейчас разметим все. Здесь у меня в любом случае электросхемы уже не пройдут. Банально по причине невозможности рельефа. Но вот в полуавтоматическом режиме, я думаю, это все вполне реализуемо. Первое производство это базовые технологические карты в количестве восьми штук. Здесь для них нужны теплицы и дробилки. Приходится вот на такие схищения идти из-за рельефа. Теплицы я тоже здесь размещаю. И вот так вот организовано производство песка для производства дерева. Есть тут возможность производить дерево без песка, но при этом требуется гигантское количество теплиц. А теплицы кушают немалое количество электроэнергии, что сейчас себе позволить не можем. Поэтому пока что реализуем это в таком вот масштабе. Воду я себе сюда подвел, по идее все пошло производиться. Останется лишь делать производство медных кобелей. Масштабируемое производство готово. И налаживаю я производство базовых карт. Теперь здесь тыдыщ, и пошли-пошли вот эти вот кобеля здесь делаются. И пока что временным вариантом я все это буду загружать. Вот сюда вот какой-нибудь сундучок. Следом надо организовать производство красных. Для них же у нас тоже практически все готово, за исключением того, что нужно все это просто организовать. Четыре производящие станции, среди которых самое сложное и тяжелое, это пустые технологические карты. Но для карт пустых и технологических я могу без труда брать ресурсы из той же линии конвейера, что и для нижней, учитывая то, что там участвует в крафте всего один сборочный автомат. Пустые карты начали производиться. Здесь они будут потихонечку копиться. Ну и останется наладить производство ядер автоматизации. Ну вот как-то так. Ядер автоматизации готовы. Сейчас они пойдут создаваться. И вроде это последний ингредиент для крафта красных автоматических карт. Единственное, почему у нас сейчас стоит и ненормально не производится в скором времени эти красные технологические карты, это скорость погрузки сюда предметов, но скорость погрузки определяется скоростью манипуляторов, регулировать пока что которую без стали мы не сможем. Но опять-таки, а стали мы не производим из-за того, что у нас есть гораздо другие, более приоритетные проблемы. И остается лишь в плане производства зеленые карты, для которых у нас уже все готово. Останется лишь сделать шестереночки. Ну а шестеренки здесь до ужаса просто производятся. Нужно лишь всего одна линия. Так, шестеренки есть. Очень пустые и очень технологические карты тоже и у нас в наличии имеются. Не хватает лишь зеленых микросхем. Я даже думаю, что пока что в ручном варианте я сюда эти микросхемы смогу запиховывать. У меня просто выбора сейчас нет. Хотя, наверное, лучше не в ручном варианте все-таки, а попробовать сейчас вот эту вот линию вот так вот обвести отсюда и здесь вот подвести. Это единственный вариант, который я могу сейчас пока что временно придумать. Как-то так это я подвел. Да, некрасиво, но выхода просто сейчас другого нет. И вот отсюда мы часть этой всей линии забираем, сюда запиховываем. И производство зеленых вроде тоже должно было пойти. Пока что временным вариантом я это так вот врушил. И все замечательно производится. Сейчас бегаю за электрическими лабораториями, которые все это время производились на море, чтобы начинать исследование. Первое, что я хочу изучить, это отсыпку. Потом мне потребуется производство серы, взрывчатка и синяя взрывчатка. А, ну еще технология, конечно же, вот эта вот нужна. И по идее это все мы уже можем производить. Я вывел себе здесь немножечко лабораторий, вывел все эти линии логистических сетей. И сейчас лишь останется это все размасштабировать. Понимаю то, что такого количества схем у меня не будет никогда. Но почему бы и нет? Пусть будет лучше возможность и не будет реализации этой возможности, чем что-то да похуже. Теперь лаборатории стоят, их здесь 40 штучек. Я думаю, такого количества более чем достаточно. А, я еще тут забыл один нюанс. То, что еще манипуляторы длинные нужны. Если бы я с первого раза все разместил, я был бы не я. Для того, чтобы производить взрывчатку, нам потребуются насосы. В любом случае нам потребуются эти насосы. А, в свою очередь, для их производства нужна сталь. Сейчас придется мини-базу по стали организовать все-таки. И по-хорошему что-то сделать с углем, ибо его количество меня что-то очень не устраивает. Видимо, это жило полностью истощилось. Хорошо, что я благовременно подготовился и с этой жилы, где 1,4 миллиона угля. Я начал угли немножко потыривать, и на нем какое-то время мы сможем прожить. Но все равно это пока такие временные решения, пока что от них никуда не деться. Вперед организовывать сталь. Давайте с 8 хотя бы начнем. И, в принципе, такое производство я готов потянуть. Я понимаю, что этого количества производящих мне ресурсов будет крайне мало. Но пока что у меня нет другого выбора. Схема, по идее, готова. Она будет выглядеть как-то вот так вот. Здесь производится в печах кокс. Нужно сейчас подвезти сюда уголь. Это сделать несложно. И сделать так, чтобы вот сюда вот вводился кокс, который бы забирался дальше стальными печами. Зачем нам его так вводить, если мы можем его вывести с помощью манипуляторов длинным методом? Очень удобная способность. Прям безмерно ей радуюсь. И не знаю, как вообще можно в ванильной факторе без этого играть. Все, останется сюда подводить уголь и дерево. Дерево посредством трех теплиц. Схема у меня уже есть. И, допустим, я камень отсюда буду брать вот из этой системы. Мне очень не нравится вот это столпотворение здесь и мешанина из конвейеров. Но пока что с этим ничего нельзя поделать. Главное, что мы сейчас отсюда взяли камень. Камень пошел на производство теплиц. Воду я отсюда сюда подвел и теплицы начали работу. Последний ингредиент в виде угля. Очередная мешанина и готово. До жути медленный здесь процесс получается, но с этим ничего не сделать. Если бы мы этого вообще не сделали, то бы процесс был еще гораздо медленней. Пока что временно, я думаю, могу сюда запихнуть дерево. У меня его очень большое количество. Я забыл. Я совершенно забыл, что сюда еще и железо надо подводить. Ой, дурак. Ой, дурак. 24 печки железных надо. Сейчас мы это все разместим и организуем. Вот так вот я это сюда подвожу с помощью небольшого круголя. И пока что это меня устраивает. Сейчас я возьму еще немножечко манипуляторов и дострою всю эту схему. И остается мне только ждать, когда железо пойдет в нужных масштабах. И произведется здесь нужное количество стали, чтобы я хотя бы мог парочку нефтяных насосов сделать. Парочку нефтеперерабатывающих заводов и химических заводов. А пока я просто организовывал маломальское производство стали, у нас уже стали доступны взрывчатки для скал. С момента последней сказанной мной фразы прошло какое маломальское количество времени. Я тут успел кучу всего понаделать. И в частности я занимался подготовкой. Организовал уже себе здесь без пяти минут ферму по производству синих взрывчатых веществ, которые я кровь из носу хочу организовать в этой серии. Также сталь, которая у меня производится, я вывел на две линии суда. Организовал здесь производство маломальское, очень неграмотное и очень неправильное производство отсыпки. Она здесь производится, благодаря чему я умудрился все эти линии конвейерные пустить прямо без особых заморочек. Также сюда я вывел себе линию угля, ведь она как ни крути нам необходима. Ну а также я немножечко здесь побегал, поизучал окрестности и выяснил то, что очень мало здесь поблизости ресурсов находится. Как минимум вблизи, в окружающих нас местности нет абсолютно железа, что меня очень сильно настораживает. Но я надеюсь, что в скором времени мы с вами сможем это найти. Ну а пока я просто собираюсь и бегу, скажем, к вот этой нефти. Даже если бы я успел здесь немножечко разметить территорию под будущее, где будут размещены всякие разные заводы и фабрики, связанные с нефтепереработкой. Вот она нефть. Только немного деревьев мешаются, чтобы разместить нефтедобывающие станции. И останется лишь пока что проводами отсюда нефть экспортировать. Электроэнергию сюда я подвел. Практически сейчас это доподведется. И также нужно будет мне сюда вот разместить, допустим, вот такой же резервуар. Большой, естественно. И вот как раз в него я буду заниматься сейчас выводом всех необходимых ресурсов. Вот и все. Нефть успешно пошла. Я, конечно же, здесь не забуду разместить часового, чтобы все контролировалось. И можно идти уже и успешно заниматься попутным газом. Пока я иду, я хотел бы немножечко себе помп скрафтить, чтобы создать немножечко давление. Сейчас мы ставим сюда еще одну помпу, которая уже будет выкачивать всю жидкость. Раз, два. И уже в нефтеперерабатывающем заводе будем производить все то, что нам так необходимо. Вот нравится мне то, что уже в изначальных крафтах нефтепереработки требуется вода. По-моему, это несомненно плюс. И как раз эту воду мы должны сюда подвезти. Хорошо, что я уже заранее подготовился. И приготовил сосуд, в который вода добывается. А значит, нефтеперерабатывающие заводы начали производить так необходимое и желанное нами топливо. Сразу я хочу их себе побольше разместить, чтобы абсолютно в этом не нуждаться пока что. Думаю, следующие уже этапы нефтепереработки будут совершенно в другом масштабе организовываться. И нам бы хотя бы вот так вот это все реализовать. Я знаю, что это неправильно. Я знаю, что это потом в обязательном порядке будет перестраиваться. Но это нам все просто жизненно необходимо. И все. Вся попутка пошла закачиваться в резервуар еще один. И ставлю последнюю помпу здесь. Которая весь попутный нефтяной газ будет выкачивать на шину базы. Я даже уже плацдарм для этого всего подготовил. И на шине таким образом две линии уже и с водой и с попуткой идут. А значит серный завод производит серу. Производство динамита таким образом тоже запускается. И запускается завод взрывчатых веществ. И это победа. Теперь я все-таки хочу здесь себе разместить вот такое вот производство. Глобальное. Которое будет заниматься производством так необходимых новых видов конвейеров. Благодаря тому, что зеленые колбочки мы с вами начали производить. Я тут кучу различных исследований получил. А значит никаких проблем не будет с тем, чтобы начинать вот это все распахивать дело. Но конечно же мне нужно будет подготовить гигантскую ресурсную базу для этого. И вот они. Первые взрывчатые вещества. Так где там такие мне ненавистные скалы? Вот здесь вот. Считайте, что вас здесь уже и нету. Дроны уже успели забрать у меня зарчатку и вас уничтожить. А значит то, что я могу за кадром продолжить здесь развивать вот эту тему с микросхемами. И расширять дальнейшее их производство. Я чувствую, что микросхем у меня много. И изучений, которые я хочу изменить, у меня не меньше. А значит я могу со спокойной совестью начинать это все производить, улучшать и создавать. Также я думаю, вот это вот в скором времени отсюда в обязательном случае переедет. За ненадобностью. И также я забыл сказать, что у меня здесь также организовались быстрые манипуляторы. Которые в гигантских масштабах теперь здесь производятся. И в случае чего я могу их отсюда брать, создавать и делать. И останется всего лишь там все разместить на свои места. Но я думаю, что в любом случае это будет за кадром. Так же, как и много других вещей, которые мне предстоит с вами вместе делать. Предстоит мне гигантский плац подготовки к следующей серии. Я хочу все здесь нормализовать. Начинать потихонечку переходить на новые конвейеры. Везде менять желтые на красные. Также не мешало бы начинать подготовку маломальскими масштабами к оборонизации. Делать турели, крафтить патроны. Но это и многое другое, я думаю, уже будет не раньше, чем в следующей серии. Ну и в таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покожий слуга Мамору. Еще услышимся. Продолжение следует...